В итальянской столице и нескольких других районах страны вновь введены ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Ровно за день до ужесточения карантина террасы римских ресторанов оказались переполненными посетителями. Мы наслаждаемся небольшой свободой перед введением ограничений. День проходит прекрасно. Похоже, все согласны с мерами по борьбе с коронавирусом. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, 11 из 20 регионов Италии перешли в красную зону, из-за чего местные жители оказались в полной изоляции. Разрешение на передвижение по городу можно получить по служебным нуждам, либо по состоянию здоровья. Частичные ограничения сохранились в Турции. На улице Стамбула жителям запрещено выходить после 9 часов вечера. В конце недели, в воскресенье, полностью прекращают свое деятельное заведение общепита, магазины непродовольственных товаров, общественный транспорт. Работают лишь продуктовые магазины до 5 часов вечера и дежурные аптеки. В период пандемии мы оказываем поддержку нашему народу в такой форме. Шесть дней в неделю работаем в привычном режиме. В воскресенье же выходим на работу по сменам. Дежурные аптеки работают 24 часа в сутки. В Португалии эпидемиологическая ситуация позволяет пойти на смягчение карантинных ограничений. После двух месяцев локдауна в стране возобновили деятельность детские сады, начальные школы, магазины непродовольственных товаров и салоны красоты. Следующим этапом ослабления ограничений станет открытие 5 апреля кафе на террасах и музеев. Группа вакцинированных пенсионеров из разных домов престарелых Испании впервые за долгое время вышли на прогулку. Неожиданное местоназначение крыши отеля в Мадриде привело их всех в восторг и дало возможность взглянуть на город с высоты. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я пережила очень тяжелые времена. Мой сосед по комнате умер от COVID-19. Но сегодня все меняется. Чувствую легкость. У меня нет никаких болезней. Между тем, в рамках международного механизма COVAX, Сомали получила первую партию вакцины против коронавируса. В страну привело около 300 тысяч доз препарата AstraZeneca. Инициатива COVAX обеспечит Сомали препаратами, достаточными для вакцинации 20% населения. Альбина Абдрахманова, CBC.